Мы находимся на третьем фестивале Дарк Кабаре. Самых прекрасных, отъявленных мошенников, тех, кто выдают свое великое незаподлинное искусство, называя это эстетический слон челепития. На самом деле, это просто жесткий пухач на сцене, который сейчас вы услышите. Прошу, перед вами бостонское челепитие! Я с вами поиграю. Не промахнись, стул не для тебя. Мальчик, ты тут кстати. Спи мой мальчик, спи мой ангел, Я с собой в улыбку назад, А этой ночью я с тобой, Что за вздохи на земле, Сложный твой путь, Сложный, очень-очень, Осторожно, тихо, Развожу цепрать, Старый пухой называть. Почему коллектив назвали именно так? Ну, я думаю, многие знают, Что вообще бостонское чайпитие, Это такой эпизод из истории США, Эпизод с тем самым чаем, Который привезли из Индии, В городе Бостоне, За одну ночь выкинули из кораблей в море, Повстанцы, Ну и фактически с этого началась, Как бы, война севера и юга, Война Америки за свою независимость. Ну, такой красивый исторический эпизод, Который, в общем-то, Нами был переосмыслен, И это существование, Это такая метафора существования культуры В современных реалиях. А еще и такая варварская встреча Запада и Востока, В современном мире. Скажите, весна для вас, Это время чего? Весна, это вообще любимое мое время, У меня день рождения весной, Поэтому, Весна для меня, конечно, Это пробуждение, Весна, это рождение новой жизни, И надежда на все самое прекрасное. Какими проектами на данный момент Занимается бостонское чаепитие? Группа бостонское чаепитие Сейчас обрела обновленный состав, У нас новый бас-гитарист Константин Маврин И новый клавишник Николай Смолин. Это абсолютно молодые музыканты, Мы только-только сделали программу, Где будут новые вещи, Написанные совсем недавно, И 20 мая в клубе Швайн У нас будет большой концерт, Куда мы всех вас приглашаем. И сейчас мы начали экспериментировать с электроникой, Немножко усилили духовую секцию, Вот и на сегодняшнем фестивале, Я думаю, что и в дальнейшем с нами Будет играть замечательный тромбонист Михаил Шаманов То есть к саксофону добавился тромбон И получилась, в общем-то, такая духовая секция И сегодня бостонское чаепитие Специально для фестиваля Дарк Кабаре Подготовило, на мой взгляд, Тописатому чумовую версию песни Ноктюрн, Которую мы с успехами играем уже 10 лет В необычайной аранжировке То есть для нас самих это шок Я думаю, будет для всех такое удивление и изумление Вот так вот Не удивляйся, когда видишь мои глаза, А близко к свет не зайдет, На помощь никто не поверит, Мой душ не плетет, Я с вами умырнется внезапно Соседи дни И все равно Я думаю, будет для всех, Продолжение следует... Ваша любимая песня из репертуара группы? Какие-то новые элементы возникают постоянно, что-то додумываются. Маленькие-маленькие такие элементики. Или вот, например, скажем, песня «Нарисованный мир», написанная вообще очень давно. То есть она написана, как-то мне было лет 17. Она, наконец, в бостонском «Чайбите» получила такую удивительную аранжировку с очень интересной ритм-секцией. И вот тоже на какой-то такой моторике и какой-то пульсации, внутреннем таком нерве, эта песня во мне способна играть вечно, мне кажется. Вот. А так все в зависимости от настроения, в зависимости от случая, конечно. Ну, что-то выходит то на передний план, то на задний. В общем-то так много любимых. Да все они любимые, по-своему. Потому что они все не рождаются на пустом месте. Это все подкреплено какими-то очень яркими переживаниями, какими-то глубокими размышлениями. Все это не случайно. Совет нашим зрителям. Как поймать творческое вдохновение, саморазвиться? Ну, наверное, прислушиваться к себе побольше. Прислушиваться к себе, искать, смотреть на мир шире, не делать поспешных выводов и вообще внимательнее относиться к тому, что происходит вокруг, что происходит с тобой. Делать какие-то выводы и продолжать искать. Если бы вы вернулись назад в прошлое, какой проект создали бы? Ну, я думаю, что... Вот что бы мне хотелось сделать сейчас, лучше делать сейчас. Потому что я сейчас-то только подхожу к каким-то своим новым проектам, идеям, а тогда я был вообще не готов. И тогда, наверное, я нащупал то, что нащупал. И взялся за то, что был готов. Да и то, наверное, прежде времени. Я когда взялся за организацию фестиваля «Бархатное подполье», у меня же вообще фактически не было организационного опыта, а затем целый фестиваль, где было так много артистов, так много музыкальных групп. И сразу же началась какая-то работа с прессой. Что такое работа со спонсорами я вообще не знал. Ну и было много таких моментов, которые приходилось в процессе уже как-то опытным путем находить. Конечно, было много ошибок. Вот поэтому всему свое время. Что лучше всего делать весной? Что лучше делать весной? Влюбляться и любить. И вот у нас сегодня будет про это песня. Называется «Весеннее рандеву». Фестиваль, он абсолютно неформальный, некоммерческий. Здесь выступают коллективы или артисты, которые соответствуют эстетике. Дарк Кабаре и организаторы. Конечно, проводят определенный отбор и проводят, мало того, определенную работу с артистами, направляя их в ту или иную сторону и создавая из-за выступления единое целое. Это должна быть алюминарность. Это должен быть яркий свой образ, яркий свой посыл, соответствующий духу дара Кабаре. То есть переосмысление традиции традиционного, традиции классического Кабаре 20-30-х годов немецкого и французского уже в реалиях 21-го века, наполненные эстетикой панк-рока, вообще рок-музыки и других современных жанров. То есть такая эксцентрика, яркость, трагикомичность и в хорошем смысле эпатажность. Мы очень общительные, мы открытые, что пишите, общайтесь. Есть сайт Дар Кабаре, есть всякие салпусы в соцсетях российского Дар Кабаре. И будем дружить. Субтитры подогнал «Симон» ПЕСНЯ ПОЁТ НА ИНОСТАМАЦЕСТВАНОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Там зависть не выдают за дружбу, там очаровывают тела. Они все знают и все могут, но не в этом дело. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...